2 мая 2017 год Харьков площадь свободы не так давно узнала что в Харьков оказывается у нас есть 12 официально признанных символов города в далеком 2000 году на сессии горсовета были приняты утверждены эти памятники символы и решил я что нет никаких поводов мне не съездить не поснимать эти символы не в порядке значимости а просто последовательно все эти практически памятники находятся на улице вдоль улицы самской на расстоянии полутора километров от первого до последнего то есть это не так далеко но тем не менее съемки будут долгими и нудными буду периодически сбиваться с маршрута сбиваться смысле не вижу никаких поводов этого не делать отказать себе в таком удовольствии не так один из символов харькова сама площадь свобода она практически 12 гектар по площади площадь по площади автология то есть как бы чтобы было понятно наверно все видели красную площадь по телевизору то есть красная площадь московская в пять раз меньше по территории по площади огромная действительно площадь ты ждешь в тридцатом году сформировалась в современном виде и сразу второй символ харькова утвержденный горисполковым это держпром газпром построенный за два с половиной года в 1925-28 году тогда харьков был столице украины построен в буквальном смысле на костях но к счастью на костях мамонта как при постройке при постройке котлована для 6 подъезда были обнаружены кости мамонта которые сейчас в музее в в харькове находятся на 3 гектлера по моему да ну и перемещаемся следующим не хочу традиционными путями идти по сумской сумская уже хуже на перехожено снята переснято все уже по 10 раз решил прогуляться по парку следующий символ будет совершенно неожиданным никогда не думал что это считается символом города харьков киноконцертный зал украина очень странно почему чем он так примечателен даже никаких сведений о нем найти не смог кроме того что афиши какие выступления он кстати владимир ильич ленин с площади линия с площади свободы ленина убрали здесь оставили сейчас покажу афиши Сказки, сказки. Сказки Владимира Ильича Ленина, совершенная копия октябряского значка, кто помнит, что такое. Был не так давно в Харькове снегопад, как бы дико это ни звучало. Всего-то 12 дней назад навалило 15 сантиметров снега. Поломало деревья, которые уже были в листве, в зелени. Ну, я смотрю, тут уже разобрались. А, наверное, я сейчас не к киноконцертному залу «Украина» пойду, а к еще одному символу города Харькова. Памятнику Шевченко. Это сейчас перемещается как раз тоже по саду Шевченко. Многие, многие. Вот, допустим, памятник Шевченко и «Газпром» строились в расчете на то, что Харьков был столичным городом, столицей Украины. И, соответственно, монументальность, масштабность именно с учетом этого накладывалась. Ну, памятник Шевченко открыли в 1935 году. Уже 9 месяцев как не было. Харьков – столица Украины. Перенесли столицу в Киев. Но, тем не менее, по каким-то международным рейтингам один из красивейших памятников Шевченко. Уж не знаю, что там за рейтинги. Учитывая то, что памятник Шевченко, по-моему, 1300 по миру. То есть, больше, по-моему, из реально живших людей только Будде, если не считать тоталитарных лидеров, которые принудительно восстанавливали, устанавливали в соответствии с идеологией. Театр Березиль, то есть актеры театра Березиль тут, как это, прототипы позировали, позировали, да, моделями для этого памятника выступали. В частности, я сейчас живу в районе, который называется Северная Салтовка. Он находится между двумя улицами Бучмой и Натальей Ужвей. А это как раз актеры этого театра. И они оба здесь представлены. Образ Катерины. И образ Гайдамака, по-моему. Времен Калиевщины. Не буду врать. Может и буду, но не специально. Памятник 16 метров высотой. Один только Шевченко 4,5 метра, насколько я помню. Так, ну там улица Сумская. Выйти туда Бикетова снять. Вон архитектор Бикета. Петлять придется. Ладно, бог с ним. Пойдем на Сумская. Потом вернемся к киноконцертному залу. Вон она Сумская. Красавица наша. Все достопримечательности практически на ней. Ладно, сейчас пойдем. Тут уж совсем близко. Вон где зеленый светофор. Уже основной и первый наш памятник. Достопримечательность Харькова. Зеркальная струя. Здесь перманентно. Посмотри. Выходные, второе мая. Что-то все равно ремонтирую. И тут у нас буквально 200 метров разница. Сразу три примечательных места. Вон Успенский собор. Который тоже символ города Харькова. И он, кстати, крайний. Дальше уже нет ничего. То есть вот это на этом пятачке, который я прошел на этой дистанции. Все 12 символов города Харькова. За исключением железнодорожного вокзала, который в двух километрах находится. Это Хатоп. Двенадцатый и последний символ по очередности. Оперный. Харьковский оперный. А это зеркальная струя. Которая, которая ранее назвалась стеклянная струя. По каким причинам стала зеркальной, непонятно. Но сзади построенная очень быстро церковь Жон Мироносец. Восстановленная, вернее. Она уже была, потом сносили. Так, с этой точки, в общем, сразу три. Можно увидеть даже больше достопримечательностей Харькова. Оперный театр. Там дальше Успенский собор виднеется. Здесь зеркальная струя. Ну и там, как нет зелени, видно сразу и памятник Шевченко и Газпром. Закрутился. Церковь поближе снять. С Аказии. Да. Нравится мне периодически пересматривать то, что снимал я раньше. Как это выглядело в прошлом. И как это выглядит суть. Где-то должна быть радуга. Будем искать. Иван Сирко. Иван Сирко. Это, по-моему, гетьман украинский, прославившийся количеством своих побед. Там у нас, по-моему, СБУ. Там же здание, в котором в 1940-ом, по-моему, расстреливали поляков пленных, плененных в 1939 году советской армии. Но к достопримечательностям Харькова и Лексимова не относятся. Не, не вижу я радуги. А по идее быть должна. Ой, как хорошо прохладенько. Боже мой, так странно. Сейчас ищешь прохлады. Десять дней назад, 20-го числа, утром на работу шел минус 6 было. Минус 6. По снегу, по льду. Трава была в снегу, трава была во льду, во льде, во льду. Все, была трава и был хоккей на льду. Гололед на траве. Хоккей на траве. Да, наверное, сейчас пойду все же не по Сумской вниз, а на Рымарскую. Да, и надо же все равно еще киноконцертный зал снять. Тихо. 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 Это еще наш харьковчанин Булькал. Кадры из фильма «Бой идут одни старики», знатный фильм, знатный актер. Да, спасибо, конечно. Первомайским праздником. Спасибо празднику труда за выходные, что называется. Ну, как еще отметить праздник труда, как не бездель вам, выходным днем. Железная логика. Купала. Вот и Риморская. Филармония. Так перманентно тоже уже строится, строится, перестраивается, перестраивается. Риморская вот в этом здании. Ладно, не будем о грустном. Ух ты! Так, это у нас... Сальвадоро Дали, да? Сальвадоро с женой. Гала. Класс! Дали Сальвадоро. Сальвадоро Дали. Классно. А такие граффити, конечно, просто красота. Слава Богу, уходит народ уже от месседжей, типа здесь был Вася. Переходит к чему-то более... Более похожему на искусство. Больше похожему на искусство. О, вон там где. Где-где-где? Где здание с красной крышей, там и железнодорожный вокзал, ну тут, да? Я не знаю, хватит у меня энтузиазма добираться. Довольно жарко. И опять перманентные стройки, перманентные. Вообще-то пристало слово просто. Слово паразит. Вон он. Вон он я его вижу. Пойдем-ка мы напрямик. Малодорогая. Да что ж тут еще можно было перерыть. Тут, кстати, в парке в саду Шевченко есть дубы, у которых корням, корням, не дубам, корням дубов более 600 лет. Так пишет. Не знаю, насколько это возможно с точки зрения биологии, но информация есть. Нет, тут какие-то прямо траншеи выкопали. по какому поводу, что там могут такое масштабное тянуть и от чего к чему. Ну вот, ККЗ «Украина», киноконцертный зал «Украина». Много там посадочных мест, да, но, по-моему, одно это для того, чтобы принять этот зал с символом Харькова, мне кажется, мало. Тут рядом зоопарк, вот он уже, вот заборчик, это уже зоопарк. У него, по-моему, больше прав символом Харькова считаться, тем более сейчас он в таком великолепном просто виде его. Ну, правда, я был там вот два назад, это больше, господи, чуть-чуть до 14-го года. Уже тогда там была такая перестройка капитальная. Было на что посмотреть. Это дельфинарий Немо, по-моему, самый крупный дельфинарий в Украине. Боюсь соврать, но преодолеваю. Былой остров. Надо же. Тестерор шах. А вот сколько раз здесь был, никогда не обращал внимания, может, такое освещение. Парапет вот этот на каскаде. Эти подпорочки. Мне сейчас надо напоминать, как-то обезьяны в противогоде. Похоже, нет? Вот каскад тоже такой символ, по-моему, достойный. Чуть пониже спуститься. Наверное, интересно, воду там пустили, не пустили. Туалет. Туалет. Слава богу, хоть туалетов понаставили. Раньше, это помнится, хобби у меня, афористика. Году так в десятом. Написал в Харькове так мало туалетов, что символ города зеркальная струя. Сейчас бесплатные только в парке Горького. Ну, хоть платных понаставили кровом, уже спасибо. Ох, воды нет. Ну, ладно. Там что-то разнесли, да, пейзажик так себе, особенно труба. Ни к селу, ни к городу, ну, шо есть. 1655-й. И 1955-й. То есть, 300 лет. Харьков, по-моему, 1654-й. По крайней мере, в 2004-м году. 350-летие Харькова выпускали, и монеты. Национальный банк Украины. Где мы, как мы дальше? Придется возвращаться назад. Пройтись по Рыма, скажем, да? Это можно тут недалеко еще памятник влюбленным сходить. Ладно, будем продержаться. Ладно, все посмотрели, посмотрели. Площадь Свободы раз. Общая композиция Площади Свободы является символом города Харькова. Официально утвержденным. Газпром. Здание два. Киноконцертный зал Украины три. Хатоп четыре. Зеркальная стройка пять. Памятник Шевченко шесть. Делал вам кривые дорожки. Будем шпарить по прямой. Второе мая. Семнадцатый год Харьков. Задний двор Хатопа. Задворки. Рука затекла и отвалилась. Я уже минут пятнадцать точно в режиме. Ооо, а вон видно и. Ну, по крайней мере, формально покажу сейчас шматочек-кусочек железнодорожного вокзала. Да, ну и хорошо. Вряд ли я до него до топа. Это двенадцатый символ Харькова, утвержденный на городском совете в Харькове в 2000 году. Да. Домики, конечно, совершенно раритетные. Здесь можно, по крайней мере, раньше можно было и сокращать. Не думаю, что что-то поменялось. Это у нас идет работа, стройка. Господи, везде все строится. Дома строится. Целый жилой комплекс строят. Микрорайон, я бы сказал. Двадцать один жилой дом высотный. Прямо под носом у меня. Северный сал. Ну, а здесь я вижу, что мало что похожего останется от... филармония. Там у нас седьмой канал был, когда-то, не знаю, может, и сейчас есть телевидение. Касса филармония. Тикет офис. Да, вот здесь были перестрелки. Не хотелось вспоминать, но да ладно. еще в четырнадцатом году. Видел я, как покойный ныне Моторола хвастается, что 14 марта он первые бои давал на Рымарской. Его подразделение за месяц. Ну, в общем, не буду эту тему поднимать. Никак она с достопримечательностями не связана с харьковскими. На цьому будинку с 25 по 30 рік жив Микола, Егорычку и Львову. видят неукраинский песменник. Домики, конечно. Тут, кстати, Нары Морская находится о находится в самой старой жилой дом. Я боюсь ошибиться, какой из них. То есть, есть здания там более древние, но такое же жилое именно постройки. Построено еще в 19 веке. Там, по-моему, Как бы не 1700. это у нас элеватор, по-моему. Так, это гимназия. По-моему, гимназия номер один. Нет, номер шесть. Харьковская гимназия номер шесть. Людмила Гурченко в 1943-1953 годах навчалась. Да, тут же рядом ее дом Людмила Гурченко. Пушкин Гоголь Пушкин Гоголь площадь поэзия. Сделать петлю туда. Это у нас книжная бака. А вот даже кто-то там стоит еще внизу. Надо же. Да, интернет конечно хоронит книги, хоронят бумажные носители семимильными шагами. Семимильными глотками заглатываю. Ладно, пойду. И тут все хорошо красиво, и там все хорошо красиво. Сумской перемещусь немножечко. Ух ты, а у нас там луна еще есть. Ух ты, а у нас там луна еще есть. Гоголь. вон там дальше у нас пушки. Не, не видят луну. Ладно, не будем трагить Ирена. дом. Там я уже был. Ну ладно, бог с ним. Бог с ним самым старым домом в следующий раз. Вот так подходим к концу Санской, хотя правильно сказать к началу. И перед нами площадь Конституции. Площадь Конституции это уже седьмой ансамбль площади Конституции. Седьмой символ города Харькова. Опять же не по значимости, а просто как мы ножками до него доходим, если идем с площади Свобода. Продолжение следует... доходим. идем. Должение следует... Женя... Москва... субтитры... Женя... Да... Эм-эм... и старт дарим спасибо спасибо но и что у нас здесь помимо радостника градусник и на же символ харькова для харьковчан приметное место дом со шпилем впереди он есть воссозданный среди семи чудес харькова дом который занимает целый квартал один дом занимает целый квартал дом со шпилем но это семь чудес харькова это не утвержденный символ харькова а утвержденный символ харькова сама вот эта площадь конституции 1 вон там виднеется горсовет успенский собор пойду-ка раз бурсатского спуска еще снимут нас достойном того чтобы его снять честное слово успенский собор и сейчас за историческим музеем вот это перед нами исторический музей будет еще и покровский собор видео которые как бы по моему самое древнее здание доживших из доживших до наших времен ныне физически существующих сейчас буду пока эти подходить по ходу дела вспоминать году его постройки придумывать на ходу эти цифры да вот это по моему дом которые самые старые вот этот маленький железной крышей сделки ничего не видно экрана дрожа ну это мало ли пузичка вот это самый древний жилой дома харьков да ну дела за мало в общем так то у нас благовещенский рынок наверное сейчас еще и спущусь дабы показать благовещенский собор он тоже является вторым по моему по значимости символом города харькова подтвержденным городским советом 2000 года построен в 1901 году кстати и покровский собор с этого ракурса его видно совсем чуть-чуть сейчас подойдем ближе он построил ребята в 1689 году каменное здание деревянная церковь была с тысяча шестьсот пятьдесят пятого года вот так вот вот и и и и и и и Красивое здание. Так, мимо пушкарей пройдем. Ну, конечно, тут приметным, самым приметным экспонатом тут, конечно, является не пушка, не противотанковый еж. Не Т-34, а вот это тут Марк 5, Марк 5, британский танк, захваченный в 1919 году под Харьковом. Не, ну калибр-то пушки ничего в себе, нормальный такой калибрик. И если она пуляла, что же там внутри творилось с пороховыми газами? Там же наверняка система отвода нормального неба, а бедненькие там люди были. Знатно, конечно, смотрится, просто, я не знаю, как-то все больше на картинках, на фильмах. А вот так надо подойти его пощупать физически. Ну, 7,62 так точно, как бы не больше. Что можно видеть, куда она стреляет, непонятно. Так, что там говорил, да, сбиваясь с темы, тема там у нас достопримечательности. И достопримечательность, символ Харькова у нас Майдан-Конституция. Так, став. Ладно, найдем другую. Площадь Советская Украина, центральных и найстарейших, найдревнейших. То есть, площадь 1659 года основанных. 1659 год. Так, чуть ли не понял. И тут скрипач на крыше, как такое может быть? Так, ну ладно, сейчас. А это Покровский собор. А это памятник независимости. Ника. Памятник независимости Украины. Я совершенно не понял, что происходит со скрипачом на крыше. Скрипач на крыше. Я его не дали, как 30 апреля снимал. Возле Площади Свобода. На университете. Я так понял, был какой-то конфликт. И скрипача на крыше перенесли с одной крыши. То есть, вот с этой. На крышу. На комплекс АМОВЭК. Возле стекляшки метро. И вот тебе на. Ну то есть, я его 3 дня назад снимал. 30 апреля я снимал. Эту скульптуру на. Метро университет. Телепортация. Чудеса да и только. Градостных 25 градусов. А по ощущениям 35. Так. Вот это вот в таком ракурсе. Просто замечательно. То есть, у нас одновременно и Ника. Памятник независимости. Ветер поднется. И Покровский собор. Еще раз напоминаю. 1689 года постройки. То есть, в этот же год я специально смотрел. В этот же год там в Польше, где-то в Варшаве. Сожгли на костре какого-то еретика там. Дворянина какого-то. За его атеистические или еретические суждения. А у нас тут уже каменные соборы стали. А там еще и еретиков жили. Просто потрясающе. Ну и дальше Благовещенский собор. То есть, в достопримечательностях Харькова у нас три собора. Все они здесь. Благовещенский собор. О, вон он полосатенький. Самый крупный кафедральный собор в Восточной Европе, между прочим. Покровский собор. И Успенский собор. Долгое время самое высокое здание. Да, по-моему, даже в Российской империи. Восемьдесят девять метров он там превышал какую-то там московскую Лабудинь. А, истуканы. Истуканы меня повеселили тем, что у одного из них я как-то обнаружил. Вот в этом стаканчике кто-то бросил ему туда денежку. Было довольно весело. Истуканы, я так понимаю, найдены на территориях Харьковской области. То есть родные и местные. Хотя по физиономиям не скажешь. Внешность не главная, правильно? Так, как мы теперь сманеврируем? Как мы теперь сманеврируем? Это у нас Ника. Ну, в шортах и в тапках мне как-то на территорию собора заходить. Ника Мильфо. Я хоть и атеистный, людей обижать не хочется. Тогда сделаем так. Сейчас пойдем снимем сковороду. Сковороду. Наш тоже Харьковский философ. Ну, довольно известный вообще товарищ. Это, конечно, не сковорода. Это просто по... Заметил, снял. На что глаз упал. Наметил, снял. На что глаз упал. 1925-й, да? Ну, много что в тот период было построено. Еще раз говорю, что в тот момент Харьков был столицей. Украина. Вон он, Оспенский собор наш, красавец. Но сейчас мы маленько в сторонку вильнем ненадолго. Вон он, вон он, вон он. Ракурс просто прекрасный. Так, обешанная сковорода. Ай, ну, вон он, где он, вон он, вон он. Вон он, сковорода. Все, зафиксировали сковороду. И теперь поехали. Фонтанчик раз. Благовещенский собор два. И вон у нас на Холодной горе Азерянская церковь. Тоже красивая. И вид с нее открывается просто прекрасный. Ой, свежестью как тянет. Хорошо, как жарко. 25 градусов. Я говорю, что-то похоже больше на 35. Нету ветра совсем практически. Вот он, вот он, наш красавец Успенский собор. Улица Университетская, кстати, одна из древнейших. Ну, это исторический центр Харькова. Тут все древнейшее. Так, Успенский собор. Он тоже, кстати, там основан. Не каменное здание. Деревянная еще церковь на его месте в 1855-м, по-моему, году. 89 метров высота. Ни много, ни мало. Ну, пау-на. Продолжение следует... Продолжение следует...